друзья всем привет вот хочу свой сделать видео обзорчик на вот такой вот снегоуборочный агрегат значит это снегоуборщик опять же марка хендай модель модель с 6560 достаточно хорошего модель к качественная сборка вот многие говорят что кита йоза ну несмотря на это значит это все-таки корейская как корейская модель ну корейская фирма просто в китае расположенных вот хочу вот такой вот с вами поделиться вот обзором на такой вот снегоуборочный аппарат снегоуборщик значит он он имеет шесть с половиной лошадиных сил он очень хорошо сделан качественно он с электро запуском от розетки вот у него значит зимний двигатель специальный вот он имеет фару имеет фару фара кстати это многие говорят что она не нужна зимой все видно вечером ничего подобного рекомендую если кто надумает себе приобретать такой аппарат рекомендую его с фарой фары брать сразу очень удобная вещь вот значит он имеет шесть с половиной лошадиных сил значит достаточно такой мощный агрегат желоб выброса снега у него металлический вот это кстати очень большой плюс потому что если вот как у некоторых есть пластмассовый пластиковый желоб выброса то попадающие камни и лед расшибут просто вдребезги сразу этот желоб мне кажется пластиковый так что лучше металлический вот смотрите даже вот есть у металлического вот вот тут вот такие шишечки это попадались камни когда да они со всей дури по этому желобу лупят но вылетают очень далеко кстати надо соблюдать сразу такой момент учитывать что камень может стекло влететь так что всегда поворачивать этот желоб на что него вот редуктор я не готовил не чистил ничего этот как его сам снега уборщик вот как он есть так есть я сейчас вытащил он вот заледеневший редуктор там вот крыльчатка которая вот захватывает ну выбрасывает снег а вот это вот шнеки они захватывают снег очень достаточно все мощно вот я сейчас покажу как он заводится убирает снег вот вот такой вот бак качественный вот обозначение что это зимний двигатель вот многие так сейчас я покажу с этой стороны вот у него как всегда фирменный двигатель вот шесть с половиной лошадиных сил гильзованный какой-то двигатель зимнее масло в него надо заливать сай в 30 для зимы в общем вот так вот вот его ничего не перепутано с вот этими отметками как многие говорят с бензонасосом заслонкой все правильно то есть это не знаю вранье тот кто пишет что у него перепутано все так у него вот мощные колеса звучит и вот ну на льду все поведение хорошее у этих шин вот такой вот это выхлопная система сейчас покажу вот же вот вот так вот вот такой рукояткой рукояткой вот так вот он поворачивается спокойно сейчас вот я прокручиваю вот он крутится эти спокойно поворачивается тихонечко вот так рулевая система вот уже так вот выглядит это рулевая управление у него первая вторая назад скорость и вот у него 6 скоростей ну 6 передач на 6 он быстро летит за ним бежать надо пять чуть-чуть потише вот 4 еще тише 3 спокойненько медленно и первое ну почти не едет так это ну вот я пользуюсь сюда вот 3 4 5 6 6 это уже когда убран снег быстренько чтобы пробежаться а первое второе первое практически назад он ну совсем тихо и второе ну по шустрее ну можно вот в этом режиме вручную его вытягивает на себя вот не нажимая не нажимая газ ни в коем случае вот это вот сцепление привода шнека вот все это на тросиках дело делается значит кто так это все да вот тут тросик газа вот и тросик этого сцепления шнека шнеков крыльчатку вот который вот включает непосредственно так что еще сказать ну я доволен достаточно вот сейчас вот тут вот если видно и туда пойду я в два заход ну в несколько заходов сейчас съемку сделаю неудобно просто сразу это все показать сейчас я заведу и все увидите вот он он большой большой мощный и ты тоже очень ну как тяжелый такой но маневренность у него как бы ну и вполне приемлемо и нормально вот фара включается ну заведенном в состоянии все это работает так вот очень выручает очень вот хендай недорогой это абсолютно аппарат ну и брал за 34000 2016 году и он себя полностью оправдал вот смысла брать так такого плана снега уборщики там по 100 тысяч американцев не вижу потому что все то же самое плюс здесь метрическая система всех гаек и болтов а у американцев дюймы идут так что можно влипнуть и с ключами и с крепежом случае чего потому что здесь есть такие узлы на снегоуборщики которые ну изначально при покупке желательно их всех все протянуть конечно же они не сыромятина опять же тоже скажу что металл очень такой ну нормальный не ржавеет кстати вот этот агрегат вот по сравнению с мотоблоком тоже который я тут видео выкладывал фундай мотоблок мотоблок почему-то но к нему разно ржавчина цепляется а вот к этому вообще не цепляется он видимо специально для зимы сделан что ли какая-то антикоррозик у него очень качественная покраска вот когда вот продолжая продолжаю вот снимать остановились на том что когда что-то попадает очень твердая в ковш снегоуборщика да то у него предусмотрена такая система чтобы редуктор вот этот вот редуктор которых правда тут во льду он весь да но ничего страшного тоже зубчатая система такая передающая до бронзовые там зубчатые шестерни вот чтобы их не разбила при попадании в ковше какого-либо предмета твердого под снегом допустим камень доски там были палки и чтобы не свернула вот эту всю систему значит предусмотрена смотрим здесь вот такая вот такие пальцы железные которые значит они срываются специально и потом вот этот вот зафиксируется просто вращается на оси у него значит предусмотрено такие как бы как они называются такие штуки с такими прорезями до что вместо разлома их него чтобы они вылетали спокойно вот ну они как бы не везде продаются да и выход есть но они продаются везде просто они могут очень дорого стоить это накладно а в процессе уборки снега значит ну за сезон в любом случае у каждого пользователя может ну сорвать вот эти вот пальцы фиксирующие ну выход есть вот простой берется болтик вот такой вот ну вот с гаечкой да и у него просто вот так вот делается шлиф вставляется болт шуруповерт и включается болгарка и на разметку ну вы по оригинальному этому пальцу возьмите отметки сделайте и просто прокрутите вот так вот и прорежьте все нормально я вот так вот пользуюсь какой сезон уже много у меня много уже часто попадается под снегом что-то ну конечно перед осенью все убираешь но все равно что туда попадется поить что-нибудь он зада захватит ну ничего страшного выход есть вылетел если это ослабло ой вернее не вращается ставил быстро закрутил и все и дальше пошел работать можно и если их посрывало тот те два всегда захватить снег ну послабее будет просто ну можно продолжить работать вот так вот 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 тиснение на ковше на ковше есть на это хорошая вещь очень такая а про тросики хотел рассказать у кого зимой у кого на улице не на улице а в холодном помещении или сарае или в гараже в какой-нибудь хранится он будет не в тепле то желательно в тросики залить силикона чтобы они всегда были там ну в смазочном смазанном состоянии в таком чтобы можно было ну спокойно потом нажимать вот эти вот чтобы не порвался тросик нажимать все все приводы вот эти вот а то замерзает и можно сорвать трос ну как бы они есть тоже в продаже спокойно ну зачем бегать за ними когда можно вот это предусмотреть и все а если теплое помещение это конечно не проблема или если прям совсем прихватило даже силиконом мороз там какой-нибудь да то строительную феном просто погреть чуть-чуть не раз естественно не расплавляю оплетку там вот ничего издалека так просто погреть или тепловую пушку поставить рядом пусть оттает так вот сейчас я в итоге сейчас пока закончу сейчас я сейчас я его заведу в общем этот заведу посмотрите и как он на штатив поставлю сейчас видео камеру посмотрите как он работает так а заводить естественно хотел рассказать заводить вот здесь есть заслонка бензонасос открывает но сначала вот вот этим вот как его называют ну подкачиваете бензин открываете ну там сам заливается вот вот эту вот можно не открывать заслонку а можно на половинку просто так выставить и заводить вот и вот этот вот вот эта рукоятка газа вот ее тоже так чуть вперед выставить чтобы он ну схватился зимой на морозе то есть он заведется спокойненько вот и заводится я повторюсь заводится вот как ручным образом трос вытягивается спокойно без дергать не без всякой и также он заводится с кнопки к розетке подключаете удлинитель у всех есть просто взял и вот естественно вот это включается как клавиши подачи напряжения искры вот сейчас я заведу для вас для начала а потом покажу как он чистит снег так вот вот прокачиваю подкачку делаем вот так вот открываем заслонку на половинку вставляют вот это вот я до конца ставлю газ газ правы до конца до конца вот эту клавишу вот включаю и трос и просто берем спокойненько его заводится вот он завелся когда заводят пусть он погреется на малых оборотах а работает он конечно же на на больших оборотах и очень сильно сумит ну как он грохочет конечно вот вот на 1 полных оборотах вот я наверно даже сейчас сразу и покажу сразу и покажу как он работает ставлю вот на допустим на четвертую да смотрите надо вот так его отвернуть итак друзья съемка тогда приостановилась все для батарейки в видеокамере фотоаппарате вот сейчас хочу вам продемонстрировать уже непосредственно саму уборку снега немножко как бы покажу вот вот туда поеду так вот надеюсь я сейчас выставлю ровно камеру сейчас вот в несколько дублей в общем все это сделано смотрите сейчас вот заведу его сейчас установлено штатив и фотоаппарат вот и начну вот 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...